Экономические объединения без диктата политики. На Восточном экономическом форуме продолжают работу. Владимир Путин в своем выступлении призывал строить именно такие союзы между странами. Главный принцип это уважение интересов партнеров, отметил президент. На деле же эти слова могут превратиться в создание так называемого энергетического кольца. Путин поддержал проект, который поможет укрепить связи между Японией, Китаем, Кореей и нашей страной. Внутри этого кольца может действовать конкурентная цена на электроэнергию. И сейчас в эфир выходит наш специальный корреспондент Александр Юношев. С ним как раз на эту тему пообщаемся. Он тщательно наблюдает за работой Восточного экономического форума. Саш, приветствую тебя. Слышишь ли ты меня? Алексей, здравствуй. Ну, рассказывай, какие итоги сегодняшнего дня и что из себя представляет это экономическое кольцо энергетическое. Здравствуйте. Но вот несмотря на то, что форум экономический на основной пленарной дискуссии позвучало больше заявлений политических. Конечно же, президент говорил о необходимости сотрудничества в сфере энергетики, о необходимости снятия барьеров для бизнеса, вызывал инвесторов. Но после выступления премьеры Японии Синдзо Аба, который фактически предложил нам подписать мирный договор, как бы, в Восточном экономическом форуме, но наносить еще и большую политическую повестку дня, ни у кого сегодня не осталось. Россия и Япония – это страны-соседи с огромным потенциалом, которые до нынешнего дня не могут заключить мирный договор, и это ненормально. У нас есть свои собственные исторические причины и наша любовь к нашим странам. Как лидер Японии, я отстаиваю интересы Японии, и Владимир, как лидер России, отстаивает интересы России. Владимир, чтобы обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений, я готов направить все свои усилия, чтобы укреплять связи между Россией и Японией. Владимир Путин, естественно, тоже отмечает, что эта проблема, заставшаяся проблема, доставшаяся из прошлого, ее необходимо решить и решать таким образом, путем компромисса, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей. Ну, как же, немножко говоря еще о керамических аспектах этого форума, президент России много говорил о необходимости интеграции евразийской. Мы вырабатываем консолидированные, практические предложения по развитию такой широкой евразийской интеграции. Они касаются вопросов регуляторики, унификации административных процедур, снятия торговых барьеров, поддержки товарных и инвестиционных потоков, технологической и производственной кооперации, защиты интеллектуальной собственности, строительства инфраструктуры. Убеждены, эффективная интеграция может строиться только на основе равноправия всех участников, уважения и учета взаимных интересов, без какого-либо политического или экономического диктата, навязывания односторонних решений. В нашем понимании интеграция – это предсказуемые, долгосрочные правила, это открытость для сотрудничества с другими странами и объединениями, как на Востоке, так и на Западе. Вообще про уважение Владимир Путин говорил не раз. Например, рассказывая об отношении с США, Владимир Путин заявил, что отекель у них может возникнуть лишь тогда, когда наши партнеры захотят выстраивать равноправный диалог, учитывая также и наши интересы. Участники форума также спросили Владимира Путина про ситуацию на Украине и Крым. Владимир Путин, крымский вопрос закрыт и пересмотрен не подлежит. Граждане Крыма сами захотели и проголосовали за то, чтобы войти в состав России. Но чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, необходимо, заявил президент, четко выполнять нитки и соглашения без всяких изменений и подмены понятий. Вот, кстати, на саммите двадцатки, который стартует сегодня в Китае, как раз Владимир Путин встретится с канцлером Германии и президентом Франции и также обсудит эту тему. Ну а сегодня утром, до начала форума, так стоялась такая небольшая культурная программа Восточно-экономического форума. Владимир Путин вместе с коллегами из Японии и Кореи посетили Дальневосточный океанариум, самый большой океанариум в мире. Вот президенту Кореи очень понравился аквариум, она подолго останавливалась около каждого из них и пыталась через стекло потрогать по рыбам. Ну а рингер Японии был восхищен морскими котиками. Алексей. Саш, понятно, что риторика страны японской делегации, их премьер-министра, вполне такая миролюбивая и дружеская. Они хотят общаться, хотят обсуждать вопрос, самые различные с нашим лидером, с нашей страной. Это понятно, это риторика. Вот ты там находился на протяжении уже нескольких дней, видел ли ты какие-то действия, может быть, движения во время всего этого саммита, которые бы как-то особо обозначали позицию японской делегации. Я имею в виду, может быть, какие-то отдельные были приветствия, подарки, презенты. Я имею в виду не речи, а именно поступки. Все-таки там двое суток находишься, расскажи. Ну, кстати, подарками они тоже обменялись. В премьере Японии преподнес Владимиру Путину шлем, а Владимиру Путину холодное оружие в дар. Но то, что вообще японцы приезжают в Россию за этот год уже второй раз, а не несколько месяцев назад, напомню, Путин оба встречали в Сочи, уже говорит о желании выстраивать хорошие партнерские, добрососедские отношения. И, кстати, как раз может быть очень большой проект в этом будет сделан уже в ноябре, когда Владимир Путин отправится с визитом о социальном в Японию. Ну что, спасибо, Саша. На прямой связи с нами Александр Юношев, специальный корреспондент Лайфа, который следил за тем, как проходил на Дальнем Востоке экономический форум.